Время новостей Казахстана на КАПЛЮС. В студии работает Алексей Рыблов. Здравствуйте. Неравнодушные казахстанцы почтили память погибших в Мангастауской области в декабре прошлого года. Уголовное дело против главреда «Взгляда» Игоря Винявского заведено два года спустя. Его подозревают в распространении листовок с призывами к насильственному захвату власти. Суд об изменении меры пресечения назначен на 26 января. Три информационных сайта «Четвертый день» заблокированы на территории Казахстана. Республика Гульжан Орг и СтанКЗ подверглись ДОС-атакам после выборов и арестов лидеров позиций. Впервые в Казахстане журналисты подозревают в экстремизме. Именно такова суть претензии главному редактору газеты «Взгляд» Игорю Винявскому. Родственники не могут встретиться с арестованным. Супруга спешно готовит документы, чтобы стать его общественным защитником. Она подозревает, что освобождение из-под стражи, намеченное на завтра, может затянуться на неопределенный срок. Ольга Рашева с подробностями. Газета «Взгляд» все-таки вышла в печать. Правда, в сокращенном варианте. Две трети от обычного объема. Для редакции он дался нелегко. Коллектив трудился над номером до самого утра, не имея полного комплекта техники, корректоров и шеф-редактора. Сделать все, чтобы казахстанцы в деталях узнали об аресте руководителя издания Игоря Винявского, для команды «Взгляд» было делом чести, рассказывает Алексей Гостев. Он сейчас за главного. Что нас спасло? Товарищи, которые изымали отсюда оборудование, они, слава богу, оставили скрутки корректорских правок. Это нас, конечно, воодушевило очень сильно. И мы просто стали перенабивать эти материалы. Какие-то мы нашли, какие-то нет. Срок задержания журналиста и общественника Игоря Винявского истекает завтра вечером. Но родные и адвокат не питают особых надежд. Вполне возможно, что задержания могут продлить до двух месяцев. В чем суть претензий и за что предъявляется статья 170, часть 2, призывы к насильственному свержению конституционного строя, не знает никто. Он не знал, не ожидал. Сегодня супруге Винявского удалось лишь передать в СИЗО теплые вещи и лекарства. На свидание к нему не пускают, ссылаясь на карантин в спецучреждении. К тому, что не увидит супруга месяцы, плана готова. Больше ее пугает итог следствия. Ведь по предъявленной статье ему грозит от 7 до 12 лет. Меня вообще на худшее настраивает, что даже 7 лет могут дать спокойно, если заказ есть. Поэтому сначала от 7 начинаем, а дальше есть надежда. На завтра в Алмалинском суде запланировано слушание. Лана предполагает, что там и решится вопрос о мере пресечения для ее супруга. Она готовит документы, чтобы стать его общественным защитником. В таком случае она сможет встречаться с мужем, несмотря на карантины. Ольга Рашева, Александр Платонов, Павел Энгельгард, Алматы, Казахстан. Ближе к вечеру стало известно, что 26 января в 16 часов в Алматинском райсуде номер один состоит сослушание об изменении меры пресечения главному редактору газеты «Взгляд» Игорю Винявскому. Завтра истекает 72 часа с момента его задержания. В 7 часов вечера в этот же день пройдет заседание по делу лидера регистрируемой партии ОЛГА Владимира Козлова. Там будет также рассмотрен вопрос об изменении меры пресечения. У Козлова также истекает срок задержания. Между тем, уголовное дело по статье 170 части 2 против Игоря Винявского было возбуждено спустя два года. Об этом стало известно порталу «Республика». Редакция располагает постановлением о возбуждении уголовного дела против Винявского, сканированный вариант которого опубликован на портале «Республика». Согласно документу за подписью старшего следователя ДКНБ Алматы Куменбаева, еще 23 апреля 2010 года в Алматы была задержана автомашина, в которой правоохранительные органы обнаружили листовки с текстом, цитирую, «Киргизия избавилась от воровской семейки Бакиевых. Хватит терпеть, неси на помойку». Рядом якобы была размещена фотография президента Назарбаева. Как пишут следователи, в ходе проверки было установлено, что Винявский, создав организованную группу, занимался изготовлением и распространением листовок с призывами к насильственному захвату власти или изменению конституционного строя. Правда, в постановлении нет ни слова, какое отношение Игорь имеет к данной автомашине. Международные правозащитные организации Human Rights Watch, Freedom House и ECPG выступили с резкой критикой в адрес властей Казахстана, заявив, что арест оппозиционеров и редактор газеты «Взгляд» Игоря Винявского – ничто иное, как действия правительства ввести ограничения на свободу слова, ассоциации и собраний, а также попытки заставить замолчать оппозиционеров. Правозащитники также призывают власти страны немедленно освободить активистов и журналиста. Казахстан, как бывший председатель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, должен выполнить свои обещания перед международным сообществом, что страна будет содействовать развитию демократии и прав человека. Действия властей и аресты активистов оппозиции и независимых журналистов подрывают уважение основных свобод. Мы призываем немедленно освободить Игоря Винявского и вернуть все конфискованное имущество у сотрудников газеты «Взгляд». Службы безопасности Казахстана должны прекратить свои репрессии против независимых и оппозиционных средств массовой информации, включая «Взгляд» и «Стан-ТВ», и не притеснять журналистов, выполняющих свою работу. Невозможно получить информацию о ходе уголовного дела в отношении Жангуля Мировой, которая находится в заключении в Жанаузене. Ее задержали 6 января. Не знает о состоянии актаусской активистки регистрируемой партией Алга и ее родной брат Елмурат Амиров. Последний раз он видел сестру в СИЗО Жанаузена 13-го числа. Также до сих пор полностью не реализовано его право быть общественным защитником по этому делу. Я подавал заявление через адвоката в качестве общественного защитника. До сих пор нет на это разрешения. Ничего нет. И не запрещают, и не разрешают. Говорят, пока рассматриваем. Не запрещают и пикта. КНБ сообщило лишь, что 6 января в отношении Жангуля Мировой и других лиц было возбуждено уголовное дело по статье 164 части 3 Уголовного кодекса. Это разжигание социальной, национальной, сословной, расовой, религиозной розни. По этому делу в Алматинском офисе партии Алга был проведен обыск, допрошены руководители и активисты партии. Владимир Козлов и Серик сопрыгали задержаны. Со свидетелей и подозреваемых взяты подписки о неразглашении. Кроме того, под подпиской о неразглашении оба адвоката Амировой, Светлана Лепик и Арман Жаменов. О ходе следствия защитники не имеют права рассказывать и родственникам из Жангуль. Движение «Народный фронт» распространило заявления с просьбой поддержать арестованных активистов и главного редактора газеты «Взгляд» Игоря Винявского. Они обращаются к дипломатическим ведомствам всех государств с просьбой проинформировать руководство их стран о происходящем в Казахстане и выразить свой протест. Также активисты обращаются к Европейскому парламенту, Еврокомиссии, ОБСЕ и Международным правозащитным организациям с просьбой отреагировать на полицейский произвол в Казахстане. Мы призываем, первое, поддержать наших товарищей. Второе, распространять информацию об очередной вспышке полицейского произвола и Назарбаевского беззакония. Третье, передавать нам и независимым СМИ, ставшую известной им информацию о событиях в Жаназении и Шетпе, свидетельские и документальные подтверждения того, что количество жертв там больше официального, а Аккорда пытается скрыть это, чтобы ослабить и свести на нет негодование ее кровавыми действиями, а также факты, доказывающие непричастность наших товарищей к кровавым событиям. Четвертое, поддержать жертв Мангистаунской трагедии, помочь им прорвать информационную блокаду, ослабить давление на них государственно-полицейской машины, помочь им пережить слухившиеся и найти в себе силы жить дальше. Защитнику прав осужденных Вадиму Курамшину продлили арест до двух месяцев, сообщает адвокат Руслан Алимуратов. По его словам, Курамшину предъявлено обвинение по статье 181, часть 4 Уголовного кодекса о вымогательстве в крупном размере. Юрист утверждает, что сегодня он попытался обжаловать санкцию на арест, однако судья районного суда Жманкулов не принял документ. Напомню, 24 января Курамшина задержали, когда он ехал в Тарас, чтобы оказать помощь одной из местных предпринимательниц, которая жаловалась на вымогательство в органах прокуратуры. В этот же день суд оперативно вынес обвинение и даже не стал дожидаться ни адвоката, никогда истекут положенные 72 часа предварительного задержания правозащитника. Я просто вывод сделал, не хочет человек, чтобы обжаловал его пославление. Он сам вынес это пославление. Отстраненный от руководства партии Руханьяц, Рикжан Мамбиталин уехал в Лондон к своей семье и возвращаться в Казахстан не собирается. На своей страничке в Фейсбуке он сообщил, что опасается за свою безопасность в связи с последними событиями в стране. Возбуждение уголовных дел на активистов оппозиционных организаций, аресты демонстрируют усиление репрессий, пишет он. Между тем, столичные общественники шокированы арестами оппозиционных деятелей в Алматы сегодня во время поминального аса по погибшим в Жан-Аузене. Они призвали власти не совершать ошибок. Развитие темы в материале Булата Белкасимова. Охота на ведьм открыта. Так воспринимают столичные общественники серию арестов, обысков и допросов, стартовавших в Алматы. То, что в КНБ забрали и вызвали сразу несколько активистов из партии ОЛГА и коалиции Хавык-Майданы, дает основание оппонентам властей заявлять. С ними сводят счеты. Заурежь Байталова подкрепляет позицию таким аргументом. Исследовать оппозиционеров за связь с участниками нефтяной забастовки властям следовало сначала огласить итоги работы правительственной комиссии. Впрочем, после ее формальной работы и молчания относительно Жан-Аузенского расстрела 16 декабря заключению официальных экспертов общественница уже не доверяет. Это пошла зачистка, пошло устрашение народа. И, на мой взгляд, они решили таким способом со своими политическими оппонентами разобраться. А именно, наверное, на кого они метят, это уже всем понятно. Это Аблязов. И все, кто они считают, что как-то связан с ним, пытаются с ними сегодня таким способом разобраться. Коммунистка Тотея Илюбаева не понаслышке знает о том, как в Казахстане разбираются с неугодными. Ее партию за то, что некоторые активисты в личном порядке поддержали коалицию Халык-Майданы и бастующих нефтяников, накануне досрочных выборов суд заблокировал на полгода и тем самым подвел к ликвидации. А вот с соратниками по стану оппозиции применен другой способ, отмечает коммунистка. Власть сегодня применяет в судебных делах и обвиняет инакомысливых именно по данной проблеме разжигания социальной розы. Знаете, это я считаю ненормальным явлением в обществе. Под эту статью можно подвести кого хочешь. Давление ждет всех, кто критикует режим, предупреждает Олихан Кайсаров. Его партия вполне лояльная, но сам он еще недавно из оппозиции и пока позволяет себе резкие высказывания. По словам Аделетовца, правоохранительные органы это лишь инструмент борьбы. В Казахстане уже отошли от методов физического устранения. Теперь практикуют запугивание и привлечение к уголовной ответственности. А между тем, отмечает у Олихан Кайсаров, возникающие конфликты становятся все более острыми. Следующее столкновение будет гораздо сильнее. Чем серьезнее будет сегодня обострение со стороны власти, тем страшнее будет противодействие со стороны народа этой власти. И это очень страшно, это очень реально. Я этого боюсь больше всего. Поэтому власти должны отдуматься сегодня. И Комитет национальной безопасности в том числе должен стать выше власти. Защищать национальную безопасность, а не чью-то личную или семейную призывает у Олихан Кайсаров. А астанинские активисты заявляют о своей решимости продолжить проведение акций, посвященных жена Узеню. Булата Белкасимов, Нурбулат Исаев, Астана, Казахстан. Сегодня в музейном мемориальном комплексе «Алжир», построенном на месте бывшего концлагеря для жен изменников родины, в 40 километрах от Астаны, открыт новый выставочный зал. В нем материалы, посвященные трагедии Арала, Симплатинского полигона и Афганской войны. Ученые по традиции вспомнили и сталинские репрессии. Правда, налоги с массовыми арестами, которые на этой неделе начались в Алматы, не увидели. В музее «Алжир» о репрессиях говорят однозначно осуждающие, но только в прошедшем времени. Об арестах оппозиционеров «Алги», допросах членов Халык Майданы и журналистов музейные работники, возможно, и слышали. Вот только проводить аналогии между 37-м и январским прессингом 2012-го опасаются. Мы культурное учреждение, мы историческое заведение и занимаемся чисто вопросами истории нашего прошлого. Сегодняшим вопросом хотелось бы заниматься, но у нас своих вопросов, значит, исторических очень хватает. 10 лет, более 10 лет работаю журналистом, потом чиновником, 20 лет работаю. Можете это накладывать свои опечатки на мой ответ. Это страшно, что людей даже просто на улице, еще ничего не началось. Как они боятся нас всех? Ермек Нарымбаев – один из тех, кого международные правозащитники причисляют к политзаключенным. В 2010-м во время собрания демократической общественности он выкрикнул лозунг «Назарбаев кет». Его арестовали и посадили на 4 года. В эти дни его супруга Зоя Нарымбаева ждет, решится ли вопрос об амнистии. Формально это возможно, но на деле, как показывает история, неугодные власти отсиживают по полной. Ну, они считают, что заключенных нет, потому что у нас по уголовному кодеку или по конституции у нас не положено, если заключенные, у нас по конституции свободы слова, но фактически, конечно, это не так. Нашу руководителя астанинского филиала партии арестовали и ему предъявлено обвинение в хранении и распространении наркотических средств. Поводы для ареста оппонентов власти всегда были разнообразными и серьезными. Вот лидер так и незарегистрированной партии ОЛГА Владимир Козлов рассказывает о задержании своего астанинского помощника. Меньше чем через месяц пришли за ним самим и действовали очень даже сталинскими методами. Перевернули дом, напугали жену и увезли в неизвестном направлении. Пожалуй, пока единственный политзаключенный в Казахстане уже выпущенный на свободу, это бывший редактор «Алма-Аты-Инфо» Рамазан Есергепов. Его арестовали в 2009-м якобы за разглашение госсекретов. Он напечатал в газете статью с неудобным названием «Кто управляет страной? Президент или КНБ?» Три года за тюремной решеткой житейской осторожности к примадушному редактору не прибавили. Накануне снова начал выступать против режима. В этом году исполнится 75 лет с начала массовых политических репрессий на территории Казахстана. На вопрос, а когда они закончатся, историки отвечают, закончились еще в 50-е годы прошлого века после смерти Иосифа Сталина. И все вроде верно, только в отечественных тюрьмах все еще продолжают сидеть правозащитники и журналисты. Замзагуля Абдрахманова, Ермека Миров. Из Астаны, Казахстан. На расстанию социальной напряженности в Жан-Узене и массовой забастовке нефтяников способствовали хищения, совершаемые бывшим Акимом города Бабахановым и нынешним Акимом Сарбупеевым, сообщил генеральный прокурор Асхат Долбаев. Против них будет возбуждено уголовное дело, а также против руководителя ОРД «Казмунайгаз» и то компания «Мунаэкология». Трое полицейских привлечены к уголовной ответственности за применение оружия в Жан-Узене – это начальник отдела по борьбе с экстремизмом ДВД Мангостаусской области Багдабаев, первый замначальник ОВД города Жан-Узен Бакыт-Калиулы и оперуполномоченный ДВД Мангостаусской области Жолдебаев. На второе заявление генпрокуратуры уже отреагировали полицейские Жан-Узена. Ряд из них грозят уволиться, если трех их коллег осудят за превышение полномочий. Об этом сообщает еженедельная газета «Лада». Полицейские утверждают, что огнестрельное оружие было применено законно. Мы лишь выполняли свой долг, если наших товарищей осудят и если подобные события повторятся, то у сотрудников правоохранительных органов не будет желания защищать свой народ. У всех семьи никто не хочет, в случае чего сам попасть за решетку, заявили сотрудники полиции. После трагических событий в Жан-Узене многие правозащитники, оппозиционные деятели и общественники осудили применение оружия силовиками. 40 дней прошло со дня кровавых событий в Мангостаусской области. Массовые беспорядки тогда были жестоко подавлены силами полиции. Убито 17 человек. Напомню. Конфликт произошел из-за праздничного концерта в День независимости на центральной площади Жан-Узена, где семь месяцев бастовали нефтяники. Некоторые свидетели говорят, что в тот день рабочим кидали кости, распылялись из-за точивый газ, принимались попытки оттеснить их с площади, где проходила забастовка. После перепалки полиции с нефтяниками группа людей побежала в сторону сцены и стала крушить музыкальную аппаратуру. После этого молодые люди в черном подожгли новогоднюю елку, полицейский автобус сгорели дотла здания местного кемата, офис компании Узен Мунайгас, гостиница Аруана. Полиция открыла огонь на поражение. По официальным данным погибли 16 человек. Ранения получили более 100. Генеральная прокуратура заявила, что у участников беспорядков в руках были ружья и дробовики. Однако у убитых нет ни одного дробового ранения. Все они погибли от полицейских пуль. Проведено следствие по факту гибели Базарабая Кинжибаева, причиной смерти которого его родственники назвали телесные повреждения, нанесенные ему в исправительном ВВС УВД Жанаузена. Цитирую, по данному факту уголовной ответственности привлекается начальник изолятора временного содержания УВД города Жанаузен Тимиров, который допустил незаконное содержание Кинжибаева ВВС и не обеспечил его своевременную госпитализацию. Об этом заявил генеральный прокурор Казахстана Асхат Даулбаев. Ну а всего события 16-17 декабря 2011 года в Жанаузене и Щитпе унесли жизни 17 человек, 16 в Жанаузене и еще один погибший в Щитпе. Вот список погибших. Государство промолчало, общество не забыло. В нескольких регионах жители по своей личной инициативе отметили скорбную дату – 40 дней с момента Жанаузенской трагедии. Участники поминальных асов выразили соболезнования родным погибшим и потребовали наказать тех, кто причастен к стрельбе по согражданам. На площади, где в 86-м разгоняли казахстанскую молодежь, поминают жертв далекого Жанаузеня. Среди пришедших – политики и активисты движения Жастулпар. Оно было сформировано в хрущевскую отепель в Москве казахскими студентами, которые хотели разбудить национальное самосознание, но было ликвидировано во время Брежневского застоя. Некоторые из участников сегодняшнего АСА не раз заявляли – аналогии с Житоксаном бесспорны. Вот только бунт в советское время был подавлен без огнестрельного оружия, а в современном Казахстане по участникам декабрьских беспорядков и обычным прохожим стреляли. Сегодня 40 дней. Очень печальное событие для всего Казахстана, для всех нас, потому что еще раз впервые в истории Казахстана это произошло, и власть пошла на такую жестокую расправу, жестокий беспредел. Еще раз мы обращались к президенту, чтобы он дал клятвенное обещание, что оружие никогда против собственного народа применяться не будет. К сожалению, пока ответа мы не получили. В северной столице поминальный АСА едва не оказался под угрозой срыва. Имам мечети Гилмани отказался предоставить большой зал для пришедших. В качестве альтернативы их предложил комнату для намаза, но она оказалась слишком мала для полусотни верующих. Так что молитву прочитали на холодном полу при входе в священное место. Без Уришбаталовой, главы фонда развития парламентаризма, такое отношение к теме же наузения даже скорбную дату не удивляет, но возмущает. На наш взгляд, на сегодняшний день очень закрыто идет расследование самих событий. До сих пор неизвестны точные причины этих событий. И на наш взгляд, сегодня власть пытается в этих событиях представить факты таким образом, как удобно ей, и снять ответственность с себя. Минуты молчания почтили память погибших в Мангастаусской области на своей площади и Уральце. Люди пришли к памятнику Абая, что стоит между двумя акиматами городскими и областным. Группу с плакатами, посвященными же наузению, полиция не стала разгонять. Видео с этой акции общественники выложили в Ютуб. Собрались простые граждане республики Казахстан, которые скорбят по поводу погибших, причем мы считаем безвинно погибших в Жанозене. Мы считаем, что убивать мирных людей в мирное время это варварство. Мы выражаем свой протест таким образом против убийства мирных граждан и скорбим вместе с родными и близкими женой зенцам и выражаем им наше сочувствие. Напомним, в результате беспорядков 16 и 17 декабря в Жанозене и поселке Щитпе по официальным данным погибло 17 человек, ранено около сотни. Однако независимые наблюдатели и оппозиционные политики утверждают, число пострадавших было занижено, истинные цифры намного выше. Власти страны не объявляли национального траура. Даже спустя 40 дней в обществу не названы имена стрелявших по казахстанцам и тех, кто отдал приказ «Открыть огонь». Юлия Панкратова, Алгат Умирбеков, Серик Кожаубаев, Алматы, Астана, Уральск. Согласно обычаям многих народов, 40 дней – это один из сроков, отведенных на прощание с душой усопших. А в случае с Жанозенской трагедии это еще и повод задуматься о причинах событий 16 декабря. Вот на какие размышления подтолкнул алматинцев скорбная дата. Ну, то, что спланировано, да, с одной стороны, а с другой стороны, не решали проблемы людей социальные, вот и получили. Вовремя надо было реагировать. Там же не первый год это все было. Пропустили, не отреагировали, вот люди выразили свой протест. Ну, кто-то организовал, конечно, лидера отрели на нас. Ну, там все видно же было. Виноваты они, кто пошел. Виноваты правительство, конечно. Все виновны. Они вопрос этот с мая месяца поднимали. Толку не было. Провокация пошла. Ну, государственная машина, в общем-то, должна работать, наверное, лучше. Раз не нашли, значит, все претензии туда. Да, потому что, сколько они, полгода бастовали, а потом... Ну, куда людям деваться-то? Обычный социальный взрыв. Блокировка интернет-порталов Гульжан.орг, Республика и Стан.ТВ продолжается уже четвертый день. Казахстанские пользователи вынуждены обходным путем искать доступ к информационным ресурсам. Нетрудно заметить, что техническая цензура в отношении этих независимых СМИ усилилась после выборов, когда иностранные наблюдатели уехали из республики. Добавлю, что именно эти сайты следят за ходом расследований кровавых событий в Жан-Узене, ситуации с арестами и обысками активистов регистрируемой партии ОЛГА, а также акциями оппозиции, не согласной с итогами парламентской кампании. Я просто ходила по другим сайтам, по информагентствам и так далее. Очень мало где вообще об этом говорится. То есть у обычного читателя, пользователя интернета складывается ощущение обманчивое, что в стране ничего не происходит. Тогда как начались на самом деле репрессии. ДОС-атаки на республике начались в воскресенье 22 января, когда читатели активно комментировали и обсуждали материалы и новости. Перебои с доступом на Гульжан.орг были и ранее. 17 числа, когда сайт вел трансляцию с митинга ОСДП, выступивший против результатов итогов выборов Можилис. В работе сайта Стана тоже периодически создавались искусственные помехи, но сто длительные ДОС-атаки применяются впервые. Полицейского, сбившего насмерть 16-летнюю девочку, освободили из зала суда. Слушание над бывшим криминалистом Аскаром Кульбаевым длилось 9 дней. Сегодня с него были сняты все обвинения в честь 20-летия независимости Казахстана. Александра Ким передает из зала суда. Освободить из зала суда по амнистии в честь 20-летия независимости. Это крупно повезло шенкенскому экс-полицейскому Аскару Кульбаеву. Он сбил 16-летнюю Динару Атаджанову в ноябре прошлого года. Теперь по решению служителя Фемиды Альфа-Рыбийского суда, Кульбаев полностью освобожден от уголовной ответственности. На судью даже не повлияло жуткое видео. Трагедию зафиксировал видеорегистратор, установленный в машине одного из свидетелей трагедии. На этих кадрах автомобиль Кульбаева на полном ходу сбивает школьницу. Удар был такой силы, что девушку отбросило на 60 метров. Водитель, не сбавляя скорость, пытался скрыться, но его остановили очевидцы трагедии. От полученных травм пострадавшая скончалась, не приходя в сознание. Родители девочки шокированы столь гуманным вердиктом. Подавать апелляцию они не намерены, так как в правосудие уже не верят. Раз уж вышел указ президента против него, как говорится, не попрешь. Но приговор, должны были ему здесь объявить приговор и уже дальше в судебном порядке. В течение апелляционного срока надзирающими органами будет дана оценка законности приговора. Но уже сегодня гособвинитель, который, казалось бы, должен был в ходе процесса настаивать на максимальном наказании, подсудимого уверен, приговор осуществлен в рамках закона. Я считаю, что действия Кульбаева Аскара по статьям 296 часть 2 и 297 уголовного кодекса Республики Казахстан квалифицированно правильно. При направлении дела прокуратурой данное уголовное дело было полностью изучено, в том числе и квалификация данной органов следствия. Уже завтра бывший обвиняемый сможет сесть за руль. В суде даже не обмолвились о лишении его водительских прав. Тогда, как после аналогичных дорожно-транспортных происшествий, правозащитник Евгений Жовтис и журналист Тахнияс Кучуков получили сроки по 4 года каждые. Хотя в их случае никто с места ДТП не пытался скрыться. Александра Ким, Ильдаржон Усканов, из Шимкента, Казахстан. В завершение Алматинской библиотеки Мадиньет, которая лишилась помещения, обещают помочь. Ее руководитель Клара Белялова сообщила, как только разнеслась весть о закрытии книгохранилища, к ней стали поступать звонки с предложением, как можно решить проблему. Темночной группе удалось застать руководителя как раз в тот момент, когда свою поддержку по телефону библиотеки пообещал Аким Астанэй Мангалит Асмагамбетов. Помимо столичного городоначальника, свою помощь пообещали алматинцы Ержан Ноурызбаев, который предложил некое помещение для книгохранилища. Со слов директора библиотеки откликнулась и руководитель библиотечной системы Роза Кабаева. Она даже намеревалась взять на себя переговоры с алматинским Акиматом, чтобы те решили проблему. Напомню, одна из старейших библиотек была вынуждена закрыться. На днях истек срок аренды помещения. Владелец социально-предпринимательской корпорации, входит в фонд Самрук Казана, планирует открыть здесь социальный магазин. Руководство библиотеки было вынуждено начать распродавать весь фонд. Это 136 тысяч книг. Пока это все. Удачи вам. Увидимся. Редактор субтитров А.Семкин